Добрый день! Мы сейчас находимся в офисе фирмы Элитной квартиры или Элитки. Наш офис расположен в самом центре города. И из окна мы можем видеть главную площадь города, а также все события, происходящие у нас в городе. Достаточно только посмотреть в окно или выйти на улицу, спуститься в лифте с шестого этажа и посмотреть, что там происходит. Вот у нас очень гостеприимный офис. Вы видите сейчас за моей спиной кухоньку, холодильник для приготовления напитков, все, что нужно, санузел. И хотел бы вам сейчас презентовать наш музей. Музей, который появился совсем недавно, после определенных событий в нашей стране. Сформировался и теперь мы проводим нашим уважаемым клиентам экскурсии. Начнем с первого экспоната. Это дореволюционная газета, которая лет 150. Там, где главной заметкой является заметка сдачей барской квартиры. Дальше, ниже, вы видите, за моим плечом, это газета с выбором. Выборы в ЛНР. Призываю туда всех идти и выбирать. Не помню, Захарченко или еще кого-то. Дальше, справа от меня, это остатки плаката, который призывали ровно 100 лет назад идти свергать царя. Вся власть советовала по всей Российской империи под этим девизом и происходило все. Конечно, мы можем не согласиться с тем, что произошло и с тем, что с этими призывами. Но артефакт такой остался. Немножко восстановили его и сейчас он говорит о том, что было тогда. Ну, а было тогда и уже этого нет. Это оригинальное знамя Советского Союза, бархатное, очень красивое, там где девизы каждой из 15 республик были вышиты золотыми нитками. Это его не спасло и от той страны остались только воспоминания и у кого какие, кто жил тогда. И вот такое знамя. Дальше, справа от знамени мы видим корону голландского болельщика в оранжевом цвете. В 2012 году было очень интересно, весело и очень много было оранжевого в нашем городе. Так как здесь выступало, проходили три матча голландской команды. Она, правда, не вышла дальше соревнования, но было весело. Дальше первая машинка IBM над короной. Вот такие импровизированные счеты мы его назвали IBM-1. И рядом это пластинка гимна той же самой страны, Советского Союза. Дальше, слева от меня, наблюдаем настоящий партбилет коммунистической партии. И экспозиции с войны, которая до сих пор где-то происходит и тянется. В частности, это доказательство присутствия американских войск в конфликте. Это американское питание. На доске слева доказательство геноцида над русским населением. Это маленький плакатик. Россия спаси от геноцида. А также снаряды с обстрела украинских городов. Также мы можем видеть, справа от меня, осколки, которые я собирал на Карачунгоре через неделю после освобождения Славянска. Это различные осколки различных вооружений. Выше мы видим кусочек пиджака Ленина. А ниже это кусочек постамента этого Ленина. Также справа первый мобильный телефон в Харькове. В углу главное оружие украинского противопролетариата, правильно сказать, казательство, это булава почти оригинальная. А также трость баварского пастуха с оригинальными значками. Над картой Харькова наблюдаем три плаката СБУ. Достаточно интересные. Один из них по центру говорит о том, что ракета из Донецка оккупированного долетает нам за какие-то 7 или 11 секунд. Или минуты, я уже не помню. Ну, в общем, это приметы времени. Вот наш офис. Соткнул прямо на площадь. Слева от меня загруженная работой наша руководитель Екатерина. Катя, улыбнись. Вот, та улыбается. Но она очень занята сегодня. Вот, у нее очень серьезный отчет мне, и она не может много времени нам уделять. А также Инночка, которая руководит всем процессом. Вот, мы, я рад был провести вам экскурсию по нашему офису и по нашему музею. Куда, как мы видим на плакате, надо моей головой, только участников боевых действий и войны, хоть сюда, без очереди. Приезжайте к нам. У нас замечательные квартиры по центру нашего города. Каждая квартира в джакузе и камином. Разместим всех. Будем всем рады. Подписывайтесь на наши... Заходите на наши сайты, в наши паблики в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Будем всем рады. Мы элитные квартиры или элитные. Все, до встречи. До следующих трансляций. Хорошо. А я... Да.